здравствуйте всем зрителям канала моего с вами Дмитрий Патриваев той человек который ведет проект cgscope.com и выпускает для вас бесплатные видео уроки полезные и интересные которые позволяют вам лучше освоить особенности использования инструментов для трехмерной графики анимации эффекта и так в этом небольшом вступлении к первому уроку обучающим уроку по программе fusion я бы хотел немножечко рассказать о том что дальше себя будет представлять этот курс и уроки которые на основе программы fusion будут выпущены а также немножечко рассказать о том кому они будут полезны и интересны итак давайте приступим ну в первую очередь я очень рад тому что наконец-то у меня появилась возможность регулярно и на постоянной основе выпускать новый интересный обучающий материал для вас буду прилагать своей стороны усилия чтобы он действительно оставался регулярно надеюсь те знания которыми буду делиться будут своевременными актуальными очень полезными для вас второй момент это то что уроки теперь будут записываться в новом формате так как оборудование изменилось у меня теперь есть возможность выпускать уроки формате full high definition 1920 на 1080 размер картинки и 60 кадров в секунду будет частота видео это позволит в общем-то уроком быть проигрываться легко плавно мягко и я уверен вы сможете рассмотреть все необходимые детали для того чтобы понять все тонкости особенности команд инструментов какими подходами методами пользуюсь для того чтобы получить тот или иной момент тот или иной эффект также так как предыдущая серия уроков не была адаптирована для интернет вещания очень много было комментариев касательно длительности уроков поэтому сейчас эти уроки будут более короткими я планирую выпускать видео до 30 минут возможно даже и меньше делать его насыщенным минимум ненужных пауз и слов для того чтобы максимум информации полезные вы для себя могли почерпнуть из этого урока о чем будет этот курс курс по программе фьюжен фьюжен это нодовый видеоредактор и в нем очень здорово выполнять визуальные эффекты анимационную 3d графику и также мошен дизайн вот в общем то в этих направлениях эту программу используют и наши уроки также будут направлены в этом по этому пути кому будут они интересны но в первую очередь тем из вас то возможно проходил мои старые уроки по программе photoshop не знает как работать с двумерной графикой теперь на основе программы фьюжен вы сможете оживлять скажем так ваше статичное изображение которое до этого вы могли получать поэтому будет интересно этим этой категории людей также возможно тем кто интересуется 3d графикой занимаются уже 3d графикой фьюжена прекрасные инструменты для работы с 3d графикой поэтому мы сможем интегрировать какие-то 3d элементы сделанные в 3d программах во фьюжен комбинировать их с моушен элементами сделанными в самом фьюжен и это даст возможность тоже вывести работу на новый уровень также со временем мы будем говорить о пост продакшене о том каким образом результат работы сделаны в 3d программах в частности программе гудини которые также появятся уроки как этот результат обработать во фьюжен и довести его до нужного уровня так что вот это основные направления этого курса чему он будет посвящен и что мы на нем будем изучать о чем говорить но в общем то на этом пожалуй все в этом первом видео я решил вам представиться лично в дальнейшем скорее всего себя уже вставлять видео не буду будет непосредственно захват экрана эти и что же давайте тогда на этом сделаем остановку и перейдем непосредственно к важной интересной части сегодня мы поговорим о вступлении так что же такое фьюжен где мы можем его использовать где его скачать какие для него системные требования и как соответственно подготовить вашу машину для работы с этой программой поехали и так давайте как раз поговорим с вами о том что же из себя представляет программа фьюжен где она используется и для чего используется как например вы могли бы ее использовать также возможно скажем почему же используется например фьюжена не какие-то другие программные решения в частности как на курсах которые читаются онлайн нашей школе также непосредственно в качестве видео уроков которые с теперешнего момента будут выкладываться на нашем канале мы посмотрим какие системные требования если этой программы где и соответственно скачать и посмотрим разницу в версиях вот это основное что мы сделаем с вами сейчас итак поехали первым делом для того чтобы ответить на вопрос что же такое программа фьюжен и в каких направлениях лучше всего ее использовать самым правильным будет перейти на сайт разработчиков где ясно и четко нам сообщается чем же эта программа хорошая в каких областях мы можем ее использовать для этого что мы можем с вами сделать воспользовавшись любым любой поисковой системой моем случае например это google в поисковой строке браузера вы можете написать короткую фразу название программы фьюжен а дальше чтобы упростить поиск название последние текущие версии 99 фьюжен 9 дальше нажав enter буквально самая первая ссылка вас переведет сразу же на сайт разработчиков программы и в частности на страницу с описанием программы фьюжен когда вы на него перейдете у вас откроется вот такая же страничка как вы видите сейчас единственная разница в том что у меня сайт на русском языке у вас возможно он будет на языке английском если так для того чтобы у него был русский интерфейс русский интерфейс официально поддерживается разработчиками программы вы можете опуститься в самый низ страницы и самом низу здесь вот категории страна территория язык выбрать соответственно страну щелкнув по флажку скорее всего по умолчанию там будет стоять флаг сша или английский вы можете переключиться на русский в результате сайт загрузится именно с таковым языковым оформлением ну а дальше на этой странице как раз мы можем с вами чуть чуть ниже опустившись под картинку этого сплэш экрана увидеть четкую понятную фразу которая рассказывает о том что же такое фьюжен и так как видим фьюжен это современное решение для создания визуальных эффектов виртуальной реальности 3d и анимационной графики в общем то вот понятием 3d анимационная графика сюда также можно еще включить и motion design что частично она присутствует так или иначе там поэтому это то чем занимается программа это то какие у нее есть инструменты для этого и соответственно то как ее можно в этих направлениях использовать если опуститься немножечко еще ниже вот этот вот слайд очень хорошо показывает одно из преимуществ программы фьюжен и почему именно фьюжен например я выбрал в своей работе в первую очередь потому что это программа которая работает с узлами или нодами здесь так и написано что ускорение работы за счет узловой системы это очень удобная система когда вы можете создавать так называемые нетворки и вот это вот иллюстрация как раз это показывает эти нетворки очень удобно читать их очень удобно понимать есть замечательная возможность использовать уже созданные узлы для того чтобы получать копии новых данных в этом плане лично мне нодовый подход очень нравится в отличие от многих других программ которые используют линейный подход где нам нужно копировать и дублировать слои снова и снова в нодовом подходе такой необходимости нет в этом плане лично для меня фьюжен очень удобен ну и дальше большое количество инструментов и в частности например его бесплатность что есть бесплатная версия фьюжен будем они тоже сегодня говорить все это делает ее лично для меня программой номер один она довольно таки быстро в ней есть все необходимые инструменты для работы в тех направлениях которых мы только что с вами читали плюс также у нее замечательная возможность работать полноценно с 3d пространством прямо внутри программы не нужно никаких дополнительных плагинов для каких-то еще решений для того чтобы выполнять эту функцию в этом плане она очень 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 удобно что еще интересно она дает возможность вам полноценно загружать 3d объекты в разных форматах например fbx alembic некоторых других вы можете эти импортированные модели назначать им текстуры материалы программа фьюжен может позволять делать рендеринг конечно это рендеринг отличается от тех 3d программ и рендер движков которые используются там по качеству но тем не менее при определенных манипуляциях и настройках материала освещения рендеринга можно в общем то получать очень неплохие результаты соответственно есть возможность комбинировать ваши сцены композиции на основе 3d элементов 2d рендерных элементов или отснятых элементов для получения нужного результата с недавних пор с девятой версии фьюжен начал работать с панорамными изображениями об этом мы тоже будем говорить но даже не точнее скажу не с панорамными изображениями а с изображениями снятыми в формате виртуальная реальность вот в общем то все это делает эту программу очень эффективной и очень интересной и полезной если будет интересно вы можете зайти в каждое из направлений главное меню это можно сделать где можно почитать более детальную информацию о том как выполняется композитинг комбинирование как видим полноценное использование 3d пространство создание масок стабилизация трекинг 3d частицы встроенные во фьюжен которые дают возможность тоже имитировать большое количество эффектов понятно работа с зеленым синим экраном то что в общем то обычная идет вещь в визуальных эффектах для кино закладочка виртуальной реальности дает более подробную информацию о том что может делать эта программа в этом направлении видите примеры каркасных моделей которые загружены в окно проекции фьюжен также есть возможность при наличии vr устройства можете его одевать и сразу же выдавать экраны видимость на это устройство то есть это дает вам возможность работать с вашим отснятым например 3d вир материалом сразу же непосредственно видя как он будет выглядеть финальным финальном виде возможно симпорта модели большом количестве форматов работа с 3d пространством есть наборы встроенных примитивов уже говорили можно импортировать модели в общем огромное количество разных полезных вещей вещательная графика да вот это наверное больше к области мошен дизайна уже имеет отношение создание титров эффектов опять-таки двумерных трехмерных используя частицы анимация на основе кривых дублирование объектов в общем огромное количество функционала все это доступно внутри этой программы и все это доступно в зависимости от того какие у вас возможности почему потому что фьюжен обладает двумя версиями есть версия бесплатная и есть версия платная вот как раз чуть дальше закладочка сравнить дает нам информацию в этих версиях здесь очень хорошо представлена правда на английском языке но надеюсь не проблема что из себя представляет фьюжен бесплатной версии и фьюжен платной версии платная версия стоит почти 300 долларов без одного между прочим как на меня так цена вполне адекватная для полной версии мы можем с вами работать из бесплатной версии есть несколько отличий которые для кого-то могут быть критичны для кого-то нет лично мы например на курсах и также непосредственно в уроках которые будут на сайте будем использовать бесплатную версию одно из главных ограничений которые есть у бесплатной версии это лимитирование то есть ограничение выходного разрешения то есть вы можете делать проекты размером не больше чем ультра high definition если не ошибаюсь три с чем-то тысячи давайте посмотрим точно чтобы не придумывать и так ультра high definition 3840 пикселей на 2160 пикселей то есть это потолок разрешения которое может давать бесплатная версия фьюжен если хотите больше нужно переходить на платную версию которая не имеет никаких ограничений ну как есть конечно ограничение как они пишут до 30 32 к пикселей то есть более 32 тысяч до 32 тысяч пикселей довольно таки много во всем остальном в принципе платная версия не отличается в тех направлениях которые нам нужны вы можете сами сравнить и посмотреть ну например стерео недоступна для виртуальной реальности вот в принципе одна из вещей которая конечно очень не хватает бесплатной версии фьюжена но скорее всего ее там и не будет никогда потому что сам функционал довольно таки тяжелый для разработки и поэтому наверняка разработчики хотели бы получить оплату за ту функцию которую они сделали сейчас вам постараюсь его найти немножечко ниже нам нужно будет прокрутиться то есть смотрите частицы да все присутствует глубокая глубокий композитинг тоже все присутствует вот отсутствует сетевой рендеринг рендеринг по сети бесплатной версии инструменты для 2d 3d работы с текстом все присутствуют вот часть вещей которая нам которую хотелось бы иметь бесплатной версии но к сожалению нету планарный трекер это трекер который дает возможность к плоскости автоматически третит тречится и соответственно делает например замену экранов мониторов телефонов планшетов билбордов которые например снят на камеру и вам нужно заменить там этот билборд это очень удобно также стабилизация интересно то что есть возможность даже в платной версии автоматически создавать ротоскопирование как допустим вот в примере было показано здесь же на сайте можем чуть вернуться на самой прошу прощения вот на самой главной страничке фьюжен 8 вот у них была категория поясняющий смысл вот например то есть когда есть плоское изображение фьюжен может автоматически тречиться вот к этим трекерам и создавать информацию с помощью которой потом сюда можно проецировать все что угодно и в платной версии присутствует возможность например автоматически делать ротоскопирование то есть выделять масками и удалять вот эти вот ненужные области пальцы например которые попали на экран то есть принципе в бесплатной версии это нужно делать просто руками тот же самый трекинг автоматически делать раз по четырем углам вот и самому все настраивать платной версии это автоматически делается и ротоскопирование тоже нужно делать самому это конечно Дольше времени на это займет Так, ну давайте опустимся дальше Вот это то, чего нету в версии бесплатной Еще несколько интересных вещей То, чего лично мне не хватает Иногда приходится сталкиваться с такими задачами Так, по идее, это немножечко ниже Так, Optical Float, ну да, в принципе Не сильно критичная вещь Так, так, так Значит да, поддержки сторонних плагинов нету То есть в бесплатную версию нельзя никакие плагины подключать Хотя в платную версию это сделать можно Вот, но самое интересное это 3D-трекинг камеры Вот та вещь, которой лично мне не хватает То есть что это за система? Она дает возможность, этот алгоритм Он дает возможность на основе отснятого видеоматериала Воссоздать 3D-движение камеры А ну попробуем его просто найти А вот, действительно оно было здесь А я его просто проморгал Вот параметр Вот, то есть возможность трекинга камеры С созданием 3D-движения этой камеры А также как бы облако точек, соответствующие вашей сцене То есть эта система дает возможность интегрировать Прямо внутри Fusion Отснятый материал с 3D или 2D элементами Которые вы дополнительно загружаете во Fusion И дает возможность сделать плавную интеграцию Это очень замечательный функционал Но, к сожалению, он не доступен в бесплатной версии Во всем остальном она нам вполне подойдет Поэтому, в принципе, если у вас задачи более серьезные будут в будущем Не такая уж огромная сумма, 300 долларов Для того, чтобы получить платную версию полноценную И не иметь никаких проблем Кстати, интересно то, что с недавних пор Сейчас в стадии бета-тестирования находится В скором будет времени доступно полноценно Программа DaVinci Resolve Которая занимается видеомонтажом Тоже разработчики компании Blackmagic Design Туда сейчас встраивают Fusion И, возможно, скоро теперь это будет комплексный пакет И покупка лицензии на программу Fusion Или ту программу Resolve Дает возможность одновременно пользоваться И Fusion 9 Studio И, допустим, в будущем и этой программой Resolve Одна лицензия на две программы Очень интересный подход Но об этом пока говорить не будем Потому что программа еще полноценно не зарелизена Только в стадии бета-версии Поэтому об этом пока ничего не говорим Итак, вот что из себя представляет программа Fusion Как мы поняли, для каких областей она используется Это область вещательной графики Motion Design 3D анимации Анимированной графики Область визуальных эффектов Виртуальная реальность Это то, где вы можете использовать эту программу Где мы можем ее скачать? Опять-таки с официального сайта разработчиков Зайдя в главное меню Нажав Fusion 9 Вот сразу под этой картиночкой Которая является, кстати, сплэш-скрином При запуске программы У вас внизу есть кнопка загрузить Щелкну на нее Выскочит окно, где вам нужно будет выбрать Какую вы хотели бы версию установить Fusion 9 обычная версия Fusion 9 Studio является платной версией Еще одно из преимуществ Fusion Это доступность ее под все основные операционные системы Это macOS, это Windows, это Linux Лично я пользуюсь под операционной системой Linux этой программы Это тоже большой очень плюс Доступность разных версий Выбрав нужную версию, вы перейдете Ну, например, там, выберем Windows Вы перейдете к окошку Где вам нужно ввести ваши контактные данные Для того, чтобы скачать программу Некоторых это пугает На самом деле я не вижу здесь ничего такого странного Это вполне нормальный подход Когда разработчик хочет знать, кто использует программу Где находится человек Не для того, чтобы прийти к вам Потому что, в общем-то, программа бесплатная Поэтому никаких вопросов к вам не будет Вы можете использовать ее как хотите А в основном для того, чтобы программа Разработчики имели понимание о том О том, какие пользуются Какие люди пользуются этой программой Какой, скажем так, регион охвата Этой программы Я очень надеюсь, что эта информация вам будет полезна Вы сможете скачать и установить И начать ей пользоваться Что еще я хотел бы вам рассказать Какие системные требования к программе Это дело в том, что может быть для некоторых Камнем преткновения Потому что, к сожалению, не все компьютеры С комфортом будут справляться Программа мощная Программа требует ресурсы Для того, чтобы работать полноценно И чем больше вы будете работать с 3D моделями Загружать текстуры для 3D моделей Чем сложнее будет ваша сцена Чем больше будет формат финального проекта Который вы хотите выпустить Чем сильнее эффекты Тем тяжелее, соответственно, вашей машине будет проработать Начиная с девятой версии Разработчики сделали большой упор на то Чтобы видеокарта И, соответственно, графический процессор Находящийся в видеокарте Обрабатывал большой массив данных То есть многие узлы Многие команды Сейчас обрабатываются Не центральным процессором А именно графическим процессором Поэтому важно, чтобы ваша видеокарта Имела Ну, хороший очень уровень Скажем так, была свежей Ну и финальный рендеринг делается Все-таки центральным процессором Также нужна оперативная память Для того, чтобы делать превью Поэтому все это требует Оборудование Итак, какие соответствующие требования для этого Тоже, опять-таки, несложно их найти Воспользовавшись поисковой системой И введя здесь фразу Fusion 9 А дальше на английском написать System Requirements System Requirements То есть системные требования Вот такую вот фразу Как только вы это сделаете Нажмете Enter Опять-таки В принципе, даже, кстати Уже вот здесь В табличке Будет необходимая информация О том Какое оборудование Поддерживает, соответственно Fusion И какие нюансы Вам нужно знать Но это не официальный сайт Поэтому, опять-таки Здесь может информация Не совсем быть соответствующей Хотя вроде бы Насколько мне память не изменяет Визуально она пока соответствует Но лично я бы вам рекомендовал Заняться следующим Воспользоваться второй ссылкой Это ссылка на PDF документ User Manual Инструкция пользователя Которая идет к программе Fusion Она выложена онлайн Поэтому, если вы зайдете в нее Откроете ее Можно скачать В моем случае Она, например, там Скачивается во временную Директорию Соответственно, сразу в браузере Открывается Так вот, в этом User Manual Как раз и есть информация Которая нас с вами интересует Мы можем прокрутиться Чуть-чуточку ниже И вот в категорию Зайти Getting Started Здесь у нас сразу будет Подкатегория Системные требования System Requirements Мы можем сюда зайти И опустившись Немножечко вниз В категорию System Requirements Мы увидим Соответствующие требования Итак, что требует Fusion Процессор Поддерживает и Intel И AMD процессоры Если Intel Это не меньше Core i7 процессора Или, соответственно AMD Мультипроцессорные Мультиядерные процессоры Это минимальное требование Как видите То есть ниже В принципе можно У меня до этого Хотя нет Нет, 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 нет Извиняюсь Нет В восьмой версии Предыдущей Работал на процессоре Более низком Сейчас У меня до этого Был ноутбук На котором стоял i5, если я не ошибаюсь Восьмая версия Работала Девятая Запускалась Работала Но из-за графической карты Были сложности Сейчас пользуюсь AMD процессором И все летает Очень-очень здорово Что касается Графической карты Смотрите Карта нужна С поддержкой OpenGL Да Или OpenCL Соответственно Минимум у нее Должно быть Два гигабайта Видео памяти Ну соответственно Чем больше Тем лучше Для того Чтобы комфортно Работать с таким Оборудованием Что касается Оперативной памяти Компьютера Восемь гигабайт Это минимум Рекомендуется Шестнадцать гигабайт Или даже больше Потому что Превью И кеширование Все эти данные Они требуют Очень много Они загружаются Именно в Оперативную память Поэтому нужно Работать с ними Полноценно USB в нашем случае Не нужен Это для студио-версии Для того Чтобы ключ лицензии Работал Жесткий диск Такая вещь Посредственно Один гигабайт Вообще Смешная цифра В наше время Что касается Это что касается Железа И внизу Относительно Операционных систем Microsoft рекомендует Десятку 64 бита Это очень важный момент Или там Восьмерка 64 бит Linux Mac OS То есть Вся информация Присутствует Трехкнопочная мышка Очень здорово Если у вас Есть Графический планшет И соответственно Стилус к нему Перо Это дает возможность Вам гораздо комфортнее И удобнее Выполнять навигацию Внутри пространства Fusion Мы об этом будем говорить Это не сложно делать Мышкой тоже можно Но не так удобно Как на графическом планшете Поэтому Если есть графический планшет Удобство В разы В разы В разы Увеличивается Мышкой можно Хотя трудновато Некоторые аспекты Особенно Не так комфортно Будут выполняться Хотя наверное Вопрос привычки Так как я уже давно Пользуюсь графическим планшетом Я соответственно Его использую в работе Поэтому не могу сказать Насколько удобна Или неудобна мышка Когда пробую Ну кажется Что не очень удобно По сравнению с планшетом Тех у кого Возможно нет планшета Есть только мышка Возможно Им не так Это будет дискомфортно Итак Вот это основные моменты Которые я хотел вам Рассказать По поводу Fusion После того Как вы его скачиваете И устанавливаете А процесс установки Кстати ничего из себя Сложного не представляет Очень быстро Комфортно Нажатием серии Кнопок Дальше 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 Да Да Вы устанавливаете Программу В результате Она у вас полностью Готова к работе Как только вы Программу установите И запустите Из соответствующего Меню Или ярлычком На рабочем столе У вас откроется Интерфейс программы При первом запуске Она будет выглядеть Вот таким вот образом Ничего сложного Ничего необычного Но давайте мы сделаем Наверное на этом остановку И так мы уже Очень много времени потратили Я планирую Будущие уроки Выпускать более Компактными Легкими Для того чтобы Не грузить Большим объемом информации Поэтому в следующий раз Мы с вами поговорим Об интерфейсе Программы О навигации Внутри программы О том как мы можем Менять интерфейс Под наши нужды И затронем Уже более подробно Тему общих настроек Программы Посмотрим Что это за настройки Какие из них важны При самом первом Использовании программы Какие менее важны А также посмотрим Что такое узлы Как создавать эти узлы Или ноды Для чего они нужны Как работать Ну в общем Будем постепенно изучать С вами программу Хорошо Спасибо На этом тогда Пожалуй Это весь материал Который я вам хотел Озвучить сегодня Если вам есть что сказать Я буду рад Выслушать этот материал В комментариях внизу Замечания Критику Очень буду благодарен Конструктивной критике Ну и надеюсь Те уроки Которые сейчас Начнут регулярно Появляться По программе Fusion Будут вам полезны Интересны А также Если вы хотите Быстрее изучить программу Буду рад увидеть вас На тех онлайн курсах Дистанционных Которые регулярно Проводятся Порталом Cgscope.com Приходите Их виду я Поэтому мы сможем С вами лично Пообщаться И более глубоко Изучить В том числе И эту программу Все, всем спасибо До связи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok